Привет снова на моем канале. Я опять с очень интересной фишкой от DaVinci Resolve. Я делал ролик и удивился, как здорово он кое-что делает. Например, он может создавать мультики и вкачивать туда можно сразу кучу фотографий, то есть сделанных отдельно покадрово. И благодаря этому можно из них делать сразу мультфильм, либо вот эту полосу из большого количества фотографий делать разной длины. И я сейчас покажу, как это делается. Вы видите вот этот экран и внизу полоса с роликами. Ну, во-первых, сразу как можно выделить сразу кучу роликов. Вы просто давите левой клавишей на мышь и курсором проводите. Смотрите, и все сразу выделены. Но начнем сначала. Как я некоторые вещи буду повторять. Например, нажимаете Alt, поднимаете курсор вот на эту полосу градации и крутите колесо мыши вниз и он перематывает налево. Сейчас я повторю все вот это действие. Значит, мне нужно кучу фотографий положим, загрузить сюда. Я их выделяю все на файле. Смотрите. Вот таким образом я выделяю их кучу. Теперь уберу, чтобы вам было видно. И загружаю сразу в эту полосу работы DaVinci Resolve. И получился один маленький файл. Как вы думаете, почему? Да потому что он уже его слепил в мультфильм. Так, как если бы вы покадрово... Сейчас, секунду. Alt опять вверх. Сюда посредине. А теперь ставлю курсор сюда, на линию видеоролика. Нажимаю опять Alt и раздвигаю. Как если бы вы делали мультфильм, вы можете фотоаппаратом снимать покадрово, буквально с перемещением в сантиметры и получится мультфильм. Как это получится, я вам сейчас прокручу. Видите? То есть, если вы снимаете фотоаппаратом хоть миллион фотографий, вы можете сразу и вкачать сюда, и он сразу делает последовательную, причем сцепленную полосу. И у вас сразу получается мультик. Это первый вариант. Но я это выброшу, так как это мне не пригодится. Cut, cut, delete, delete, delete. Мне нужно delete. Selected. Убрать выделенное. А теперь вернемся к моим вот таким вот нашлепанным позициям. Как же сделать так, чтобы ролики, вернее полосы, фотографии прокручивались более длительное время по принципу, например, рассказа о них. Вот я их сделал таким образом. Сейчас я прокручу. И что это будет? Я уменьшил количество, потому что если их... Так, еще раз. Если их последовательно по одной штуке закидывать в эту полосу, то получится вот что. Смотрите, я закидываю пополосно, и они получаются длиннее. То есть мультика тут не получится. Я включаю проигрыш. И пока идет одна картинка, это идет достаточно долго. Потом вторая, но между вот таким длинным проигрышем покадровым и быстрым, как вот здесь, как я уже показывал мультфильм, можно устраивать любой длины проигрыша покадрово. Изменять проигрыш. Сейчас я покажу, как это делается. Этот я выброшу. Delete Selected. Для этого вы видите ряд вставленных последовательно фотографий. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот это перемещение можно делать стрелкой, которая направлена вниз на клавиатуре покадрово. И стрелкой вверх, в обратную сторону. Можно смотреть кадры. Поэтому мне нужно это сделать с определенным периодом, чтобы это получился не мультфильм, но более растянутый, как кинофильм из отдельных кадров для рассказа. Что я делаю? Я беру и выделяю всю группу, какая бы она ни была. В данном случае она небольшая, но на практике вы все увидите. Для этого я всего лишь нажимаю на свободном пространстве, на левую клавишу мыши и тяну сразу на все фотографии. И они все сразу выделены. Теперь правой клавишей на одном из этих выделенных кадров я нажимаю такое свойство. Изменить клип дюрейшн. Видимо, это длительность клипа. Но он будет изменять не всю группу, а изменять длительность каждого клипа. Я нажимаю. И вот здесь стоит время проигрыша. Видимо, каждого клипа. И я сделаю его не 5, скорее всего это в секундах. А сделаю его положим 2, наверное. Сделаю 2. Не больше. Или 1. 1 секунду. 1, 2. Нет, сделаю все. Нет, 1 сделаю. 1. И делаю изменения. То есть изменения уже произошли, чтобы подтвердиться change. Изменить. И, пожалуйста, мы видим, что создалась группа из коротких клипов. Из коротких клипов. Так, сейчас я подвину его в правильное место. Который каждый в отдельности стал намного короче. Ведь они были соединены. Но, казалось бы, теперь как же их всех соединить вместе? Это так сложно. А оказывается, в данном случае здесь есть очень хороший инструмент. И вы сейчас его увидите. Кстати, такие разрывы можно убирать не только именно в вставленных клипах. Но и когда вы отрезаете кусок клипа, этот разрыв также можно легко убирать. Как же вы это сделаете? Это просто гениально и потрясающе. Вы нажимаете дважды. Хотя нет, вот один раз на левую клавишу мыши, определяя пространство между этими кусками ролика или укороченными фотографиями. И теперь одной клавишей нажимаете Backspace. На клавиатуре Backspace. И готово. Нажимаете Backspace. Нажимаете Backspace. Нажимаете Backspace. И так сколько угодно. Так же при вырезке. Кстати, так же можно, вырезая любой кусок клипа, удалять не кат, не вырезкой. Сейчас, секунду, продолжу. Определяем. Backspace, Backspace, Backspace. Сейчас я все придвину. И посмотрю, остались ли там еще что-нибудь. Нет, все готово. И теперь я покажу, к примеру. Вам нужно вот здесь вырезать кусок, например. Здесь и здесь. Вы обрезали. А потом на тот кусок, который нужно удалить, просто нажимаете. Или на целый этот кусок. Нажимаете Backspace. И он удаляется. Даже не нужно, как я показывал, нажимать вот так и кат. Это потрясающе. А теперь смотрите. Я поставил на одну секунду каждую фотографию. И проиграем. Посмотрим, как это выглядит. Кстати, если вы видели, там большая градация. И вы можете сделать какую угодно. Полсекунды, доли секунды и так далее. Вот такая замечательная программа. Делает просто потрясающе. Автоматизировано. Очень легко. Пожалуйста, присоединяйтесь, пользуйтесь, подписывайтесь на канал. Приходите ко мне. Я буду вам показывать видеоредакторы. Буду рассказывать о технике, о роликах, по поводу игр, о технике в играх. О технике в технике. Всем пока. Бай-бай.